Опять и снова зарядные устройства Я представляю, как некоторых доставали видосы по регуляторам тока напряжения потому что их очень много на моем канале и прошу прощения всех тех, кого я задолбал схемами зарядных устройств так как идет интерес, проявляется небывалый поэтому будем собирать эти схемы Еще одна схема авторская по-моему Бутырин или Батырин не помню точно фамилию факт, что она была опубликована в радиожурнале не совсем стандартная, то есть как мы привыкли видеть диодный мост, либо один диод и тиристор тот же кусочек диодного моста так скажем и несколько транзисторов схема характеризуется тем что большой диапазон регулировок то есть автор заявляет, что буквально от 2 А до 27 А можно регулировать но собирать я буду не из мощных деталей а соберем со слабеньких диодов которые были под рукой чтобы просто понять эта схема запускается эта схема работает в этой схеме есть какая-то регулировка или нет и конечно же если она заработает то станет понятно добавляем мощные диоды добавляем помощнее транзисторы и все будет супер гуд так что кому интересна эта схема кому интересно узнать работает она или нет что она из себя представляет пойдемте начнем собирать вот она интересная схема нашел в интернете нашел правда в маленьком масштабе пришлось увеличить как видите очень сильно помутнел рисунок поэтому обвел его не фломастер маркер чтобы было лучше видно эта схема с какого-то журнала к сожалению у меня не получилось найти источника изначального где она публиковалась может кто-то из зрителей подскажет нашел как минимум на пяти сайтах эту схему кто автор я вам чуть позже скажу у меня там есть заголовок и там автор указан может по автору кто-то что-то подскажет эту схему мы попробуем повторить как заявил автор преимущество этой схемы в том что огромный диапазон регулировок что начиная с 2 ампер и до 15 можно регулировать ток заряда по поводу эффективности и нужности этой схемы каждый решает сам потому что у меня уже огромное количество схем для зарядных устройств на канале и нету ни одной схемы которая понравилась бы всем обязательно кому-то нравится одно кому-то другое поэтому о правильности схемы схемы эффективности и нужности каждый будет судить сам для себя моя задача просто проверить будет эта схема работать или нет по поводу деталей здесь указано 837 транзисторы я их заменю на P210 к тому же в статье указано что такая замена допустима одинаковая проводимость но P210 у меня их больше и как бы помощнее они будут КТ-814 оставим такой же как по схеме на счет D226 возьму или аналоги или точно такие же D245 у меня их полно будем использовать именно D245 резистор на 62 Ом R3 ну и тут от 300 Ом до 1000 то есть до 1 килоом сейчас это все надо будет собрать все детальки и просто начинать паять их для начала я соединяю аноды диодов взял D246 вот у нас рисунок где у нас резьбовая часть токатод вверху анод аноды соединил согласно схеме вместе а на катоды будем припаивать эмиттеры транзисторов P210 красный у нас коллектор белый база и синий эмиттер эмиттеры синие провода припаиваем вот сюда ну что подсобрал я присоединил эмиттеры к катодам диодов чуть транзисторами не назвал и сюда же подсоединил провода которые будут подключены к трансформатору по которым будет идти переменка теперь сюда же нам точку соединения эмиттеров с катодами силовых диодов надо припаять диоды анодами то есть D226 или аналог сейчас посмотрим что у меня соединил я два диода взял аналоги вытащил их с блока питания импульсного тесного телевизора соединил вместе коллекторы и базы P210 диоды аналоги которые поставил вот 226 катодами соединяются в одну точку и отсюда же будет подсоединяться резистор переменный анодами подключаются точки соединения эмиттеров 837 или P210 смотря что вы будете использовать и катодов силовых диодов D245 у меня D246 разница невелика работать будет теперь нам осталось подключить коллекторы P210 к коллектору КТ814 а базы P210 ну или 837 на эмиттер КТ814 база у нас будет подключаться к движку переменного резистора все собрал сразу конечно многие обратят внимание что транзисторы вдруг стали без теплоотвода объясню почему как говорится дурная голова рукам покоя не дает да и ногам тоже я не проверил транзисторы тут они пробитые оказались и решил не тратить время на замену просто повесил без теплоотвода все подключил как и было запускаем больше 4 ампера я тут сделать не смогу даже 4 не получится потому как лампочка не настолько мощная но регулируется от 1 ампера написано было от 2 но вот от 1 и до 4 прекрасно прекрасно если ставить в половину 2 ампера транзисторы нагреваются они такие горячие но не сказать что прям уж кипяток однако нагрев хороший теплоотвод транзисторам нужен в любом случае диоды еле-еле теплые транзисторы горячие маленькие диоды холодные транзистор который управляет большими транзисторами P210 то есть 814 он где-то градусов 38 не больше если выставлять на большой ток транзисторы P210 практически не нагревается вот такая простенькая схема кстати разница в том от схемы что подаю я здесь 17 вольт переменки между 14 с половиной ну это вполне допустимо для проверки вот такая схема ничего сложного но интересное как бы собирал я и с одним диодом собирал на двух диодах на четырех диодах то есть двухполупериодный выпрямитель но так чтобы два диода обычные и два транзистора включенные в мост такое зарядное я еще не делал решил я подключить еще две лампочки запускаем 7 ампер неплохо неплохо очень неплохо долго гонять не буду потому что все таки без радиаторов транзики но еще один вопрос будет ли нормально работать резистор не проволочный вот сейчас мы подключим вот такой вот и посмотрим что же будет происходить все перепаял я резистор сейчас мы включаемся и все регулируется все включается выключается резистор хоть бы хны все прекрасно работает диапазон регулировок действительно очень широкий таки 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 Продолжение следует...